«Я буду любить тебя всё лето». Это звучит куда убедительнее, чем всю жизнь. И главное, куда дольше. Марина Ивановна Цветаева. У меня странная память. Я помню незначительные детали, запахи, случайные звуки, но забываю целые эпохи. Мозг сам решает, что нужно забыть, а что запомнить, ставит на события, людей и периоды жизни. Гриф отложен, а не секретно. И отправляет всё это добро на самые дальние и пыльные стеллажи подсознания, где оно хранится годами. Системы выбора нет никакой. Под печать может уйти что-то давнее или то, что произошло вчера вечером. И только чьё-то случайное слово, попавшееся на глаза вещь или фотография, могут запустить обратный процесс. Например, кто-то скажет, «Мы остановились в ужасной придорожной гостинице». И я, поражённая внезапным воспоминанием, думаю, «Твою же мать, а я ведь когда-то работала ночным администратором в гостинице на час, господа». Это правда. И это была эпоха, а я вообще забыла. Забыла, как без охраны оставалась одна на ночь со всей суточной кассой, как ругалась с мальчиком-проститутом, а потом, после одного происшествия, перешла с ним же в режим большого и молчаливого взаимного уважения. Забыла, как малолетки сняли номер и пытались вызвать дьявола, о чём с утра мне сообщила пучеглазая уборщица, отказавшаяся наотрез ликвидировать последствия. Забыла, как мне пришлось идти туда первой, увидеть эти самые последствия сеанса «Чёрной магии», и как вся гостиница отдирала от ковра пентаграмму из воска. Я не знаю, получилось ли у мелких говнюков вызвать того, кого планировалось, но с вызовом лавины, маты и дорогой клининговой службы всё отлично срослось. Забыла, как поднялась в номер по требованию гостей, у которых якобы было недостаточно полотенец, и как два здоровых амбала закрыли за мной дверь на ключ, когда я вошла. Забыла, что я им говорила, и не помню, почему шла живой и невредимой. Когда журфаковская банда в сборе, мои девицы развлекаются. Оля, помнишь Серёжу Пушистого? И ржут как кони, потому что каждый раз я забываю и вспоминаю свой позор заново. Их развлекает, как я краснею, давлюсь от смеха и машу руками. Я искренне забываю и искренне вспоминаю каждый раз. Общежитие ДАСА — это дом аспиранта и студента, где живут иногородние студенты, соответственно, и коренные московские тараканы, где, если подпрыгнуть на шестом этаже в пятером, то бетонное здание шатается. И был там Серёжа. У Серёжи была прическа в стиле раннего укупника и погоняла пушистой, соответственно. И не нравился он мне толком. И я ему примерно так же. И мы, зачем-то преодолевая обстоятельства, всю ночь целовались в коридоре. Прямо было не очень. Прямо откровенное фуфло это было, но неудобно как-то было уйти, и эти его пушистые падлы постоянно лезли в лицо. Но самый верняк не забыть для меня это фотографии, пусть даже в телефоне, пусть даже плохого качества. Поэтому, зная фокусы своей избирательной памяти и тему русского пионера, как я провела это лето, я фотографировала моменты, чтобы не забыть, чтобы самые настоящие. Ну, давайте смотреть фотографии, альбомы, фотографии, поехали. Вот картинка с кучей цветов, коробочек и пакетчиков. Это был мой день рождения, и он однозначно получился. Утро и день мы провели в профессиональной пахоте, переездах, волнениях, выступлениях и белом гриме. Нет, ну а что? У артистов выходных и праздников не бывает. Зато нам не нужно каждый понедельник, как вам на работу к девяти. После выступления счастливые и задолбавшиеся мы прыгнули в машину и погнали в клуб «Дети Райка». Да, мы еще успели до его закрытия отметить там мой день рождения традиционным концертом малоизвестной актрисы. И эту традицию я очень люблю. Вход свободный для всех, кто желает обняться в этот день, 3 июня. И было чудесно. И были прекрасные знакомые и незнакомые лица. И отыграли мы, честно сказать, довольно прилично. А уж совсем ночью, моя любимая, разбирать подарки, подрезать и ставить в вазы цветы, пить усталый чай и осознавать, что день действительно удался. Мотаем дальше. Вот вам фотография двух электронных билетов. Концертный зал «Крокус Сити Холл», 20 июня, 20.00, Лаура Пергалитси. И я не буду ее удалять, хотя память телефона категорически забита. И я постоянно вижу надпись «Невозможно сделать снимок». Это чтобы не забыть, какой был невозможный и вечер, и нереальный концерт. Хвалить свою любимую LP я могу бесконечно, но, услышав ее живьем, я осознала, что я ничего не понимала про нее раньше. Будучи сама в некотором роде эстрадно-джазовой певицей, я прекрасно знаю, что при записи на студии голос улучшается, потому что он проходит обработку, выравнивается и все такое прочее. А на концерте мы получаем примерно 60% звучания относительно записи. Так вот. Это невозможная женщина, ростом метр пятьдесят шесть. На концерте выдает круче, чем в записи. Такое чувство, что ее прижимают в студии, потому что децибел просто не влезает в звуковую дорожку. Я поражена, я влюблена, я знаю, к чему надо стремиться. Она была такая крошечная, такая лохматая, такая честная, черт возьми, что эффект от концерта не отпускал еще пару дней. Спасибо невероятной легкости твоим крыльям и слава твоим невероятным возможностям. Дальше наша с Мустафиной фотография в масках из пинтбольного стрельбища. Теперь я точно знаю, что это не мое. Обидный синяк на жопе тому аргументу. Вот стрелять в тире и выбить 10 из 10, это я со всем моим удовольствием люблю, умею, практикую. А палить по людям, пусть даже и разноцветными шариками с краской, это увольте. Ну и синяк, да. Дальше идут 6 сфотографированных листоков формата А4. Дай им Бог здоровья и пропади они пропадом. Это диета, которую честно отстоял театр дамы в своем полном и неизменном составе. В особо тяжелые моменты мы изобретали фразеологизм. Ну вот, например, морковь друг человека и поел, и загорел. Или теперь мы знаем 50 блюд из яйца кипятка. Долбанное первое, второе, компот и десерт. В общем, мы продержались, это главное, седые волосы можно и закрасть. На следующих двух фото счастливые лица двух очень красивых людей и моя бабушка на мопеде. Дело в том, что моя сестра осуществила свадьбу своей мечты, и это было прекрасно. И мопеды были ее обязательной частью, но моя бабушка не могла на нем не сфотографироваться. Вообще, к слову сказать, бабушка у меня уникальная. Плавает с ластами, пишет на прозору, рубит в компьютерах, и единственная из всей семьи, получается, красавица на всех фотографиях. Ну так вот она на фото на зеленом мопеде с своей чудесной улыбкой. И дальше фото белых шляп-цилиндров. Прекрасная все-таки у меня профессия, никогда не знаешь, что за поворотом, и что понадобится в следующий момент. Шляпы прям вот сильно-сильно понадобились. И пришлось вспоминать, что и это я умею. Деревянные болванки, запах клея ПВА, бесконечные клочки, кусочки, веревочки, тесемочки, три бессонных ночи, два новых, совершенно новых, изобретенных матерных слова. И вот уже готовы вполне достойные высокие цилиндры для новой программы. Дешевле было бы заказать у специально обученных людей, вы скажете, несомненно. А как же вот этот терпкий вкус победы? Без него уже скучно живется на свете, господа. Еще одна фотография рукописанного листочка. Это мой ребенок решил написать распорядок дня на следующий день, видимо, совершенно отчаявшись, что это когда-нибудь сделаю я. За лето он забыл все правила русского языка, но мысль мне очень понравилась. Синяя ручка и очень криво написано следующее. 7.45 подъем, 8.10 пробежка, 8.40 завтрак, 10.30 сбор людей, 13.40 начало счастливой жизни. Я просто не имела права это не сфотографировать и не имела права забывать, что на самом деле я живу счастливой жизнью сразу с 13.40 по московскому времени. А потом калейдоскоп самых важных моих летних фотографий. Вот крыло самолета, под ним она, яснейшая, как говорили во времена Дожи, и моя Венеция. И я понимаю, что сюда нельзя устать приезжать. И хотя я могу на большой скорости без запинки пройти по этому путаному городу и не заблудиться, и знаю вроде бы все его нетуристические прелести, и чувствую себя абсолютно дома, тайным и уровнем этого непростого места нет конца. Вот я на фотографии сижу на ступеньках на площади Самарка, пялись на прохожих со всего света, и думаю про древних венецианцев. Жестокие и веселые прохвосты, вот так бы я их определила. Восхищенные туристы топчутся среди орнитозных голубей и с удовольствием фотографируют собор Святого Марка, знаменитые колонны, здание Дворца Дожи. Мне бы так хотелось рассказать им все, что я знаю про это дело. Ну, например, что кони на фасаде собора — это копии. Оригиналы внутри вообще не белые, они черные, и у них удивительная история. Отлитые в IV веке до н.э. они прожили время 800 лет. Потом их утащили на ипподром в Константинополе, и там они до 1204 года вообще никого не беспокоили. А потом предприимчивый Дож захотел бронзовых лошадок себе. И тут вступил главный принцип венецианцев. Мне нужно прерваться. Андрей, я все время каждый раз спрашиваю, можно ли сказать слово «жопа»? Да, но я каждый раз говорю. Мне сейчас нужно сказать хуже. Ну, Орлов уже говорил, чё? Сейчас, секунду. Просто это важно прям, это прям без этого никак. Тут в силу вступил главный принцип венецианцев. Хочешь вещь — купи, не можешь купить, спизди. Пришел парень войной на Константинополь и забрал, что понравилось. По той же схеме сперли и, в общем, сами мощи святого Марка. Завалили свинины к чертовой матери, чтобы мусульмане не стали проверять судно, и приперли домой, сделав Венецию одним из главных центров христианства. Ну, по-простому так. Или, например, с удовольствием рассказал я про две тайные алые колонны Дворца Дожи, между которыми объявлялись смертные приговоры. А вы вот радостно их фотографируете. И про то, что ходить между другими двумя колоннами гигантами — плохая примета, потому что между ними после объявления приговора вешали преступников. Или вот про самое древнее в мире эротическое изображение — две головы любовников под каменным маленьким одеялом, спрятанное на седьмой колонне от моря. Про тайные знаки у моста Реальта, про побег к Казановой, про демонов, мучивших Вивальди, и про мост проституток, и про Веронику Франко. Я так долго могу остановить, и меня кто-нибудь. В ассортименте... Есть, принято. В ассортименте персональной экскурсии по Венеции качественно дорого. Последняя фотография, которую я вам покажу — наши счастливые рожи в узкой улочке. На лбу нет ни мыслей, ни забот, и даже без косметики с лохматыми волосами мы все как-то тут удивительно хороши. Моё лето ещё не закончилось, впереди ещё семь дней счастья, но я уже с уверенностью могу сказать, что я хорошо его провела. Когда я здесь, мне вообще кажется, что я живу счастливую жизнь. Ну, с 13-40 по московскому времени. Я сюда так удачно сбежала от ненужных мыслей, и здесь получаются самые хорошие летние фотографии. Увози меня, пожалуйста, скорее к новым людям, лицам и мостам, и поздравь попутно с юбилеем. В сотый раз ни то нашла, ни там. В сотый раз готова сделать глупость, в сотый раз не сделаю, не врать. Маски есть, дела, усталость, грубость я умею точно подбирать. Нет, конечно, схемы все известны, как всё будет, знаю наперёд. Лучше увози меня, любезный. Мне сейчас так проще, самолёт. Мне сейчас всё время неспокойно, и всё время хочется курить. Помоги мне справиться достойно. Мне надо срочно увозить. Ну, у малоизвестной актрисы лето тоже выдалось отлично, несмотря на град, дожди и глобальное потепление. Малоизвестная актриса купила ласты, маску, круг и хоть на море не поедет, но хоть в деревне отожжёт. Малоизвестная актриса пила отличное вино в вечернем платье на Мальдивах, теперь проснулась и ревёт. Малоизвестная актриса с барменом хочет замутить уже в говно от трёх коктейлей, начать не может диалог. Малоизвестная актриса открытки пишет всем друзьям из Рима, Ниццы и Вероны на почте в городе Уфа. Малоизвестная актриса хотела загорелой быть, лежит с диагнозом ожоги и лёгкий солнечный удар. Малоизвестная актриса курортный завела роман, затем случайно сам завёлся курортный пьяный Николай. Малоизвестная актриса не очень любит самолёт, это такое, сука, место, куда несут рыдать детей. Малоизвестная актриса проходит паспортный контроль, ей говорят чужое фото, наверное, стоит бросить пить. Малоизвестная актриса на ленте ловит свой багаж, на самом деле выбирает чужое получше чемодан. Малоизвестная актриса отлично летом отдохнёт, потом впоследствии подлечит легко районный диспансер. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ